Пушкинский сквер Этот автомобиль выпуска 42-го года, он дошел до Праги, именно этот автомобиль. Купили его на одной из киностудий Советского Союза, бывшего, восстановили. Отличный автомобиль, надежный. Вот мы его купили, посмотрели двигатель, просто сделали экспертизу, посмотрели, разобрали, все нормально, обратно собрали. Вот в этом автомобиле уже 6 лет он в музее. На парад, к сожалению, мы не попали. Но мы шли с улицы Пушкинской, мы послушали концерт возле фуникулера и пришли сюда на реконструкцию, познакомить детей. Вон старший ребенок, вот младший, с костюмами прошлых лет, с оружием, с обмундированием, ну и вообще с праздником. Потому что дети еще маленькие, старшему 3 года, младшему 1,5. Хочется, чтобы дети приобщались к этому празднику и к нашей культуре, к нашей отчизне, к родине, чтобы знали все. Локация достаточно разногранная, то есть конкретно здесь у нас представлены образцы вооружения времен войны. То есть здесь и немецкая, и японская, но в основном здесь советские образцы. Дальше это выставка униформы снаряжения времен войны. Также еще один стенд с оружием. И немного дальше это у нас медицинский пункт. И сегодня я исполняю роль такой фронтовой певицы, которая из грузовика исполняла в перерывах между боями песни для солдат. Расскажите, пожалуйста, Вот сегодня у нас бессмертный полк, к сожалению, отменили, но вы все-таки пришли с портретом, с фотографией своего родственника. Это мой муж. Он просто был в оккупации в Брянской области. Несмотря на погоду, отличное настроение. Каждый год, да? Да, каждый год. Каждый год мы идем в этом бессмертном полке. Да, все вместе идем. А бабушке всего-навсего, моя хорошая, 83 года. Мы решили, так как мы поддерживаем эту традицию каждый год, скажем так, воскрешать наших дедов-прадедов. Это мой дедушка, это отец моей мамы. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Мне, к сожалению, он, скажем так, не дошел до конца, до победы, в связи с тем, что его ранили и комиссовали, и он уже уехал домой. Праздникам 9 мая, да, конечно, я пришел со своими дедами, которые выиграли эту Великую Отечественную войну. К сожалению, конечно, сделали все онлайн. Но, тем не менее, на параде мои деды участвовали сегодня. Пусть даже будет в таком формате, но они есть всегда. Я считаю, это традиция, которую мы с ним святой, и будем ее выполнять каждый год. Отрадно видеть, что это в том числе большой праздник для Владивостока, потому что Владивосток всегда был военным городом, морским, флотским. И очень приятно видеть, эстетически очень приятно видеть красивых офицеров, моряков, сегодня празднующих в том числе, и, ну, отчасти и свой праздник. Присоединяйтесь к нашим ребятам, которые там служат так заборно. Пойдем на французский! Пойдух на французском! Пойдух на французском! Мы здесь приглашены в качестве гостей и танцующих кавалеров и дам. Мы исполняем танцы 40-х, 30-х годов, которые танцевали люди до войны и после войны. Соответственно, у нас также костюмы той же эпохи. Ваш любимый танец какой? Я думаю, наверное, вальс. Он очень красивый, очень динамичный. Все девушки любят вальс, да? Я очень люблю Риорито. Это фокстрот. Он очень быстрый, энергичный и требует определенного умения. С простым кавалером из толпы его сложно танцевать. Его надо действительно учить и чувствовать. В этот день что бы вы пожелали ветеранам и своим землякам? Ветеранам? Жить как можно дольше, чтобы по возможности они больше рассказывали историю про войну. Как это все было, чтобы наши дети и так далее, скажем так дальше, не повторяли этих ошибок, которые делали очень злые люди, скажем так. Чтобы не было войн, чтобы это было только в учебниках, истории и все. Но никак не в нашей жизни. А молодое поколение что бы пожелало? Здоровье, конечно же, это самое главное. Здоровье. И чтобы были рядом близкие, главное, и помогали всегда. И тогда точно будет здоровье. Чтобы поддерживали всегда. У меня вот близкие, самые близкие, самые родные. Землякам прежде всего. Не забывать о том, что мы сопричастны ко всему, что происходило. И это нужно беречь. И относиться с уважением ко всему, то, что мы сейчас имеем в своей жизни ветеранам. Конечно, здоровье. Желаю, чтобы не было войны, в первую очередь. Потому что это самое главное. Чтобы мир был во всем мире. Чтобы оружие, которое здесь представлено, оно когда-то стреляло и стреляло в последний раз. Чтобы то оружие, что было представлено на параде, тоже никогда не пригодилось. Только на параде мы его и видели. В первую очередь ветеранам, чтобы здоровье было. Потому что с каждым годом их, к сожалению, все это все меньше и меньше. Во-вторых, чтобы о них помнили дети и внуки, навещали их почаще. Это, в принципе, все, что нужно старым людям. Они прожили долгую жизнь. В многом она была очень трудная у них по сравнению с нашей текущей жизнью. И главное, это память о тех поколениях.